Девушки отдыхают 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 У нас своей лаборатории нет в Кирове? Нет, у нас есть своя в ГДМС. Есть своя? Но независимых нет. Я говорю о независимых. То есть Автодор посылает ГДМС, ГДМС посылает Автодор. Вот примерно так. Так за независимую нужно же платить дополнительные деньги. Это же дополнительные расходы. Да, но тогда мы не будем каждых полтора месяца-два перекладывать. Вот эти ямы не будут появляться, не будут так же появляться. Ну давайте вот представим... Швы расходятся. Ну вот мы просто реверим. Представим, как работает схема. ГДМС освоил деньги. То есть они выполнили какие-то виды работ. Да, мы говорим, да, нужно выполнить вырезку кернов. Происходит вырезка кернов. Куда будем отправлять? В какую лабораторию? Давайте в независимую, конечно. Куда обратимся? Вят Автодор. Обращается в Вят Автодор, но в то же время Вят Автодор является субподрядной организацией, которая выполняет часть работ, которая не выполняет ГДМС. То есть у ГДМС. Фактически ГДМС платит деньги. Мало того, что они два крупных игрока, они еще между собой и еще субподрядные отношения. Конечно. Боже. Понимаете, и вот получается так, что они отдают туда на субподряд, то есть как бы в независимую лабораторию. Но все же по многим-то правильно. То есть по закону не прикопаться. И главное, что это все знают, все понимают. Это все знают, это понимают. Мы на рабочих группах уже не разнократно об этом говорили. Они делают заключение. Заключение сделали, да, все хорошо, все удовлетворяют. Удовлетворяют требования? Да, удовлетворяют. Никаких вопросов нет. Ну, вспомните, по дороге, правильно. Правильно, все. Носком ботинка вынималось покрытие. Она ведь прошла все экспертизы. Сколько стоит независимая экспертиза? Я к тому, что, может, мы скинемся все вместе? Не надо скидываться, просто надо организовать порядок этих работ. Вот и все. Каким образом это можно сделать? Значит, администрация города, области должна открыть или помочь открыть независимую лабораторию ресурсы для этого у региона. Наверняка есть. Просто этим никто не хочет заниматься, это никому не надо. Для этого нужно вносить изменения в какие-то, я не знаю, там, акты? Нет. Да ничего не надо вносить. Нет. Ну, вот понимаете, на данный момент времени, если бы что-то было бы не по закону, это бы давно уже вскрылось, я давно было бы в прокуратуре, это давно было в Следственном комитете, уже кого-то давно-давно посадили бы, да, за что-то, уже какие-то были уголовные дела заведены и так далее. То есть самое интересное, что все, что делается, все делается по закону и в рамках того правового поля, которое есть. Просто правового поля, оно на самом деле широкое. Можно повернуть так, эту картину мира, а можно повернуть по-другому. Можно отнестись добросовестно к каким-то интересным вещам, а можно сделать это так, как тебе советуют делать, да, и как ты до этого делал. Вот из-за несоблюдения вот этих вещей мы же не можем даже до гарантийного срока у нас дороги не дорабатывать. Возьмем улицу, проезжую известную вам, на которой вы рассказывали, там, диски одевают на отдельные места. До этого дорогу делала одна из организаций, которая простояла 8 лет. Если бы там вовремя делался косметический ремонт, она бы и дальше служила. Но потом одна из доблестных организаций большого объема провела работы на этом участке. Ну, мы помним, это недавно совсем было. Выщелачивание, там, практически на 80% покрытия, да. Колейность, которая уже все параметры, допустим, выбивая в прошлом году под воздействием депутатов, там был проведен так называемый картами ремонт, который не закрыл этих проблем. В этом году мы увидим, что там происходит. Каждый поворот колея, выщелачивание. Я уж про мост старый вообще не хочу говорить. Ну, и еще, кстати, вот стоит обратить внимание, хлебозаводской проезд, это улицы, ну, где вот старая ГАИ, да, городская ГАИ. Сейчас у нас улица Блая-Энгельс, и сейчас она у нас... Преображенская? Преображенская. Вот от улицы Преображенской до улицы Московской. Вот этот вот кусочек, да, вот этот вот. Там в зимний период времени, в 20-м году, выполнялись работы. То есть она перекрывалась, вот, и выполнялись работы зимние. Вот сейчас попробуйте по ней проехать. То есть все нормально было, уже на сладкий. Небольшой отрезочек. Да, 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 да. Не то, что небольшой отрезок, сейчас там такие канавы, понимаете, это вот все просело фактически, все в дырах, все просело, там вообще невозможно... Продолжить тему проседания. Есть известная всем улица Казанской, на которой героически, перекрывая там месяцами, проводился ремонт. Не один год. Да, сегодня поедем, где доблестная Т-плюс в основном там старалась работать. Все колодцы просажены, все зоны их ремонта, все в просадке полной. В прошлом году их, между прочим, уже ремонтировали эти просадочные места. Это район Спасского собора. Да. Ну и там еще, там ни одно место такое есть. И у часовни, да их много. Все места, где есть колодцы, они все просажены. Это говорит о том, что подрядчики, которых нанимает Т-плюс, не выполняют совершенно технологию работы. Если мы сейчас, благодаря долгой и длительной работе, все же добили, что в правила благоустройства ставятся так называемые плавающие люки, то водоканал освоил эту технологию. И в тех местах, где водоканал ставит люки, они стоят, видите, реально по третьему году. Но я ведь так понимаю, что эти люки будут заменять не все разом. Все понятно. То есть, через сколько мы все люки, через 10 лет заменим? Он все еще не освоил эту технологию. Даже если они в отдельных местах у них стоят, то мы видим, что там просадка полная идет. Хотя этого не должно происходить. Ну вот смотрите, да, вот мы с тобой... Мы возвращаемся еще раз к вопросу контроля за выполнением водки. И те, кто подписывает эти акты. В прошлый раз мы с тобой обсуждали перекресток Воровского производственная, да? Там тоже, видимо, тепловая камера или что там, несколько люков. И там они не то что просели, там можно в ад через эти люки попасть. И я не видела этого участка в плане ремонта какого-то. Да их много таких? Таких много очень вещей по городу Кирову, которые есть. Я уже говорил о том, что у нас очень много коммуникаций инженерных проходят именно под автомобильными дорогами. И проблема возникает всегда такая большая проблема. А зона ответственности-то где? Когда я говорил, давайте, ребята, ну давайте акт, представьте мне, граница разграничения балансовой принадлежности. Что ваше, а что не ваше? Что принадлежит автомобильной дороге, а что не принадлежит? Ну вот, да, теплокамера чья? Не, не наша, это не автомобильная тема, не автомобильная. А люк от теплокамеры чей? Ну вы в теплокамеру через люк попадаете. И люк тоже не ваш. Значит, и люк вы делать не должны. Но люк-то контактирует с автомобильной дорогой, правда? А есть какой-то список, да? будет делать. Это ваше, это наше. Конечно, есть. Ну, иногда с трудом не могут узнать, я принадлежу, но если занимаются, то находят собственников, которые должны заниматься. Нет, собственников-то они и находят, только проблема в том, что кто это будет делать. Проблема в том, что у собственников нет. Это будет делать... Вот, эту теплокамеру отремонтировали, предположим, люки отремонтировали. Кто будет делать люки, выводить в ноль с автомобильной дорогой? Кто будет устраивать верхнее покрытие автомобильной дороги? Тепловики? Вот сетевики, которые делали эту сеть, да? Ремонтируют теплокамеру. Либо будет делать это у дп и ну то есть кто будет вот осмечивать работы контролировать за их выполнение кто это будет делать потому что задаешь вопрос им они гонят не мы это они а им задаешь а чё это автомобильная дорога мы причем мне кажется к нам наверное константин подключился константин да 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 добрый день мы проанонсировали уже константин свечихин руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог у нас студии в прямом эфире шамиль бузиков юрий шлемензон ваши коллеги константин мы мягко говоря переживаем за состояние дорог в глазном центре мы же прекрасно понимаем что весна то только еще началась календарная да и эти теплые дни они будут они будут перемежаться с холодными днями холодными ночами заморозки снова переход на плюс это разрушение дорог которые мы видим сейчас это еще не самая печальная картина надо понимать так ведь это только начало это только начало и вы правильно говорите что впереди у нас не один день будет не одна ночь когда температура будет переходить с нуля на плюс а ночью на минус тем самым ям на дорожном покрытии на наших улицах города кирова и кировской области будет становиться больше и больше константин вы для себя уже как-то я не знаю вот с того момента вот несколько дней до буквально снег сошел по жалобам еще почему-то можете выделить какие-то наиболее проблемные участки которые сейчас вот весной вскроются вскрылись ну одни улица московская начинает скрываться все больше улица милицейская конечно милицейскую сделали еще в 2016 или в 2017 году но мы сейчас наблюдаем большие трещины по улице милицейской местами уже существенная ямочность особенно вот как раз юрий львович про что сейчас говорил это после ремонтных работ одной из компаний теплооснабжающих это и плюс после их работы после их восстановления их подрядчиками мы наблюдаем в данных местах либо большие ну как бы очень много трещин на дорожном покрытии либо идут провалы ясно говорю про ямы и это повседневно по всему городу практически все и объекты где они ремонтировали не в общем комплексе когда весь полностью участок меняется как например это было на улице казанской когда они меняются частями либо пол полосы либо одну полосу дорожного движения либо совсем небольшим участком когда и сто процентов в этом месте образуется либо трещина либо провал либо в дальнейшем получается ямочность традиционно у нас должен начаться ямочный ремонт но мы чуть позже будем говорить об этом с представительницей администрации на ваш взгляд константин насколько это исправить ситуацию или такая временная мера даже по большому счету не временно ямочный ремонт это всегда временная мера любая яма любая яма которая заделана там холодным или горячим асфальтом либо при помощи карты она все равно не сегодня-завтра она все равно проявится это все временная мера на промежуток времени от полугода ну максимум до двух лет все потому что в дальнейшем данная яма либо рядом появится яма либо это я вам просто-напросто станет еще больше в основном из-за опыта из практики любой ямочный ремонт как вы правильно говорите это только временная мера этот участок требуется вырезать либо картой либо по гарантийным обязательствам подрядной организации восстанавливать если еще на данном участке дороги есть данные гарантийные обязательства в прошлом году мы помним вы много внимания уделяли обостряли заостряли на этом внимание это гарантийный ремонт до время-то идет и что делать вы понимаете что администрация как-то не спешит выскакивать исправлять будете ли в этом году как-то более активно давить да на это больное место конечно конечно обязательно рабочая группа в лице и тех присутствующих сейчас у вас в студии да конечно мы будем давить на гарантийные обязательства и нам администрация города обещала что в этом году они будут более качественно относиться к гарантийным обязательствам и будут более строже с подрядчиков спрашивать по сравнению с прошлым годом надеемся что слова ну конечно уже бывшего руководителя у дпи сейчас он заместитель руководителя у дпи его слова будут не просто словами а непосредственно на деле константин за какими объектами в этом году будете наиболее пристально следить в дорожный сезон практически все объекты которые во первых находятся в гарантийных обязательств это обязательно по той причине что гарантия выдана не зря подрядным организациям подрядные организации должны в это время либо дорожные одежды восстановить дорогу либо они должны по крайней мере ликвидировать трещины которые сейчас происходят а если где уже образуется калийность вот про что юрий львович говорил по поводу дамбы это улица не только дамбы это и улица луганска это в основном все то и все те улицы не идет большой трафик транспортных средств и общественный транспорт и грузовой транспорт идет за этим за этими улицами особенно если они сейчас в гарантии за нее будет более пристальное внимание со стороны общественности я еще хотел бы обратить внимание в гудери вы еще упоминаем все ямочный ремонт да ну вот мы заметили что сейчас очень много поперечных полос которые пересекают улицу карла марсов профсоюзной до театра ну и вдруг пугачева перед переездом разговор в свое время такие полосы появились на улице павла корчаги но они были вовремя залиты и качественно залиты это позволило продлить гарантийное состояние дороги если мы затянем а такие примеры есть это на улице 6 октября улица искры красный красный химик там разошлись швы интернасты кочные ну да и на химике разошлись тыковочные швы их не заделают они сначала там были может там порядка пяти шести миллиметров сейчас они достигают 80 сантиметров уже и они выскакивают эти дороги из гарантийного ремонта в рамках ямочного ремонта это не проводится если бы администрация обратила и у дпи внимание на том что за счет ямочного ремонта вот эти все поперечные полосы и швы вовремя проходили обследование и ремонт тогда бы я думаю что сохранение дороги в нормативном состоянии все же продлилась я не понимаю что значительно но это вас экономила средства города на ремонт дорог там константин сюда еще хочу добавить еще у вас еще есть момент с новыми асфальтами помните нам как-то рассказывали когда они начинали два года назад применять новый состав асфальта на улице производственной ганской прошлом году практически до луганская прошлом году практически 90 процентов дорог к города кирова делали уже нашим а 16 как на ватсон поэтому мы говорили за отстающие лет на 15 до который будет более качественно и более дольше сохраняйте то покрытие которые поменяли вот за этим мы еще раз будем более пристально смотреть посмотрим улицу производственную как у нас уже второй год она практически с новым асфальтом большим трафиком движения переживет и конечно остальные улицы тоже будем обращать внимание и правильно юрий львович говорит что прежде всего надо вовремя залить и подрядчиком те трещины которые сейчас образуются даже можно уже сейчас их заливать особенно там где вода на дороге не стоит а уже дорожное покрытие сухое особенно когда там нет снега особенно нет дождя когда уже дорожное покрытие сухое эти трещины вы можно начинать горячая горячим битумом проливать чтобы влага туда при перепадке температуры с 0 на плюс и обратно не попадала еще хотел бы обратить в это вопросе на качество битума у нас поменялись поставщики последних два года если не ошибаюсь как говорят специалисты которые занимаются дорожными работами и к этому битуму есть много вопросов но поставщики местные какие-то или нет конечно не местные но они тоже разные есть с тем поставщиком который последнего года ведется работа битум это сопутствующий продукт нефтеперерабатывающего производства соответственно но теперь-то у нас нефти полно битум это основной продукт от которого зависит качество асфальта и сцепление асфальта ну из самого битума с чебнем составом в асфальтной смеси если битума не до ближайшего качества либо качества не очень хорошего как его любят называть да там понятно что у него есть сертификаты понятно что у него есть госты понятно что он запроизводится на заводе но каждому составу асфальта нужно подбирать свой битум и каждому щебню нужно подбирать свой битум это как знаете инновационные продукты инновационные пироги да там как бы инновационный пирог асфальтный то здесь тоже требуется очень буквально щепетильная работа по той причине что вот один из примеров я могу сказать это 2017 год помните парня 2017 недавно у нас было случай это пару лет назад когда там дорога получается а вот до белой холницы практически была у ее не было хотя дорога была в гарантийном сроке вот тогда получилось так что ну по данной организации которая выполняла в свое время еще 2017 году ремонт этой дороге у них произошла как говорят как рассказывают пришла какой-то сбой в структуре асфальта и понятно этот слой долго долго не простоял хорошо подрядно организация оказалась порядочной и они в итоге провели глубокую работу провели глубокую работу с поставщиками битума щебня и все в этом плане и сейчас и переделали в рамках гарантийных обязательств эту дорогу уже более друг правильным составом асфальта которые для нашего климата более подходит и вот в данной ситуации я считаю что когда есть вопросы к битумам и этим вопросом как правильно говорит юрий львович мы тоже займемся уже не только в рамках рабочей группы группы но и в рамках общественного совета министерства транспорта который не так давно был я прошу прощения да константин шамиль юрий львович у нас сейчас небольшая пауза рекламная полторы минуты после которой продолжим обязательно хорошо да реклама обсуждаем мы состояние дорог в областном центре этой весной по большому счету весна только еще началась но мы видим огромные недочеты ямы колейность и так далее у нас в студии члены рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог шамиль бузиков и юрий шлемензона юрий львович депутат кировской городской думы шамиль прокомментировать пожалуйста по битуму вопрос что битум это основное связующее основная связующая битум это смесь углеводородов прежде всего вот все зависит от фракционного состава то есть тяжелых больше или легких больше или легких больше да вот проще так будет объяснить сказать вот и какой момент еще остается в этом случае то есть чем больше легких фракций тем соответственно они при более высокой температуры испаряются оттуда ну и битум собственно говоря теряет свои подвижные свойства пластичность да и становится более хрупким и в зимний период времени когда приходим через ноль вот он становится хрупким и вот такие температуры когда приходим через ноль да то есть в отрицательную температуру уходим это приходит тому что начнет трещать вот и вот образуются такие интересные вещи то есть битум разрушился он треснул соответственно камушки начинает выпадать и вот получается процесс разрушения То есть дальше эта картина уходит вглубь, вот, и после этого вода попадает в эти микротрещинки, да, начинает замерзать, расширяется, ну и дальше трещина, и дальше она фактически... Ну это все достаточно быстро происходит. Конечно, вот особенно и требования к битву, к его содержанию, к его качеству. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Екатерину Безгачеву, заместителя директора управления дорожной и парковой инфраструктуры нашего города. Екатерина, приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте еще раз. Мы часто стали общаться, потому что вопросов действительно очень много, и волнение жителей города, оно понятно и обоснованно, да? Да, Екатерина, смотрите, вот администрация на днях опубликовала список 45 дорог, где будет проведен ремонт. Это исчерпывающий список на этот сезон? Это, смотрите, у нас список тех участков, которые планируются в этом году отремонтировать в рамках именно реализации национального проекта безопасной и качественной дороги. То есть это у нас целиком, когда идут с работами, с ремонтами по дороге. Там протяженность общая порядка 30 километров получается этих 45 участков, поэтому вот это планы на этот год. Екатерина, что будет делаться вот в ближайшее время или сейчас вот в эти дни уже предпринимается для устранения срочных таких вот экстренных, да, дорожных неровностей? Это будет ямочный ремонт? Как будете бороться с колейностью? Расскажите, пожалуйста. Это за рамками БКД, правильно я понимаю? Да, то есть у нас есть в рамках безопасных и качественных дорог вот эти вот, как мы уже отзвучили, 45 участков, планируемых в этом году. То есть эта работа начнется уже при благоприятных погодных условиях. Это, наверное, уже будет конец апреля-май, когда у нас уже будет контракт на эти участки. Сейчас у нас идет текущий ямочный ремонт. В зимний период это у нас литая асфальтобетонная смесь. Такой ремонт у нас начался с февраля, в принципе, мы начали его проводить по аварийным выбоинам. Это и у колодцев, которые у нас, да, разрушаются покрытия, то есть и на проезжих частях, и трещины тоже какие-то. Локальные аварийные выбоины устраняем именно сейчас литым асфальтом. Вот сейчас на сегодняшний день у нас порядка 150 тонн литой смеси разлито, но это, можно сказать, 35% от общего объема, то есть объем смеси асфальтобетонной у нас еще есть. То есть ремонт не прекращается ямочный. Мы его продолжаем и при нормальных погодных условиях для него мы его проводим. Конечно, акцент идет на центральной улице, но у нас и в Нововятск мы заходили уже с ремонтом. И в чистые пруды здесь вот снова пойдем в чистые пруды работать, то есть перечень и плановый, и то, что уже выполнено, он имеется. И есть понимание, где у нас есть такие выбоины, поэтому... Пожелания жителей, жалобы конкретно и учитываются, Екатерина, да? Конечно, да. У нас кто-то пишет, вот мне в личное сообщение сегодня писали по чистым прудам. Фотографии с привязкой, все как положено. Также из чата, из телеграма у Вячеслава Николаевича Семякова берем информацию. Из инцидента, это у нас инцидент менеджмент, то есть там вся информация стекает из социальных сетей, даже с комментариев каких-то негативных. Поэтому кроме диспетчерской службы ГДМС, я тоже уже постоянно про нее говорю, что туда попадают жалобы. Нам в отдел содержания звонят. То есть источников много, мы эту ситуацию все аккумулируем и планируем, уже подрядчику выставляем совместно с заданием. Екатерина, Московская, да, вот несколько раз сегодня за эфир уже звучала, ужасная там колея. И вот в БКДшном списке я вижу только кусок, который в районе Садаковского, если я правильно понимаю, а с остальной улицей что-то, какие-то работы будут вестись? Да, вот смотрите, у нас помимо того, что планируем вот этот новый ремонт, можно так сказать, да, то есть там, где еще не было ремонта проведено, помимо ремонта аварийных выбоин, это ямочный ремонт, у нас еще будет проводиться ремонт в рамках исполнения гарантийных обязательств. То есть те дороги, которые делали в рамках БКД 19-22 год, то есть последние вот эти три года, они будут у нас обследованы, опять-таки вот с 3 апреля у нас отдел ремонта планирует проводить эти обследования, всего таких участков 232, то есть это достаточно большой объем, в том числе по улице Московской есть у нас тоже гарантийные участки, можно будет тоже узнать, а о дальнейшей их судьбе будет составлен акт, будут представители и подрядчика, кто ремонтировал непосредственно в это время в рамках контракта эти участки, и будут, конечно, направлены письма о выполнении там до 1 июня своих гарантийных обязательств. То есть все 232 участка до 1 июня должны быть сделаны? Ну вот смотрите, обследовано 232, то есть с 19 по 22 год столько много участков у нас сделано было в рамках именно безопасных... А, это всего сделано, да. Да, и их все будут обследовать, соответственно, с представителями тех, кто у нас осуществлял ремонт на этих участках. А когда обследование начнется? И у нас там нет его, акты будут. Екатерина, да, Юрий Львович Шлемензон задает вопрос, когда обследование начнется? А вот я сказала, уже с 3 апреля будет начать. А, с 3 апреля уже. Да, если ничего не случится, никаких апокалипсисов, с 3 апреля. Тут и новый этап работ в рамках БКД, и старые нужно обследовать, да, то есть работы много. Но не успеют. Ну, по прошлому году, вы же помните картину мира. Переносили до сентября. Там было до 1 июня сделать все, а потом до 1 июля, до 1 августа, потом до 1 сентября. Я не исключаю, что в 2023 году будет так. У нас пара минут уже остается. Да, Екатерина, слушаем. Да, да, да. С 3 апреля начнутся обследования именно гарантийных участков, а сам ремонт в рамках БКД будет проводиться после заключения контракта. Контракт планируется заключить 15-20 апреля, где-то в этих числах. А, нет, имеется в виду ремонт вот именно гарантийных участков, то есть если участок находится на гарантии, но он не очень хороший, вот по ним работы какие сроки должны быть проведены? Ну, вот на данный момент ставится срок пока 1 июня, то есть до 1 июня должны быть устранены замечания, которые будут в апреле определены. Опять-таки зависит от количества замечаний, наверное, тоже, чтобы это было быстро и на плановом графике. Спасибо большое, да, Екатерина. Екатерина Безгача была с нами на связи, заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры. Ну, то есть в прошлом году такая же ситуация была. Конечно, да. Минута у нас остается, чтобы какие-то итоги уже подвести. В общем, по вашим ощущениям, я так понимаю, особых изменений в этом году не произойдет. Нет, все традиционно. Все хорошо, ремонт делает дело. Кстати, вот в плане процентов вот этих вот нормативного содержания дорог что-то изменилось, потому что я помню, тогда была... С года в год растет. Нет, была же тогда бюдензия, что дороги-то, которые... Растет. Он до сих пор... Ну, то есть никто не рассматривает, что дороги, которые первыми были отремонтированы... Потому что дороги, которые были по БКТ, и они вышли из нормативки, они все равно считаются нормативными. Да. Вот, да, умиляет. И сколько лет они будут числиться? Это картина. Да, ну, все теперь. В отчетах мы, наверное, пишем, что у нас увеличивается процент соответствия нормативному. А на самом деле... На самом деле этого нет. На самом деле все ремонтируется. У нас отчет, он не соответствует реальному положению дела. Совершаем первую часть дневного разворота. На такой тревожной ноте. Спасибо нашим гостям, Юрий Шлеминзон, Шамиль Бузиков, члены рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Константин Синчихин, руководитель рабочей группы, тоже был с нами. На этом первый час ставим точку. Вернемся через 25 минут уже с другой темой. Вернемся через 25 минут. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин